Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Информ ТВ. 15 апреля Никита Михалков опубликовал очередной выпуск своей программы Бесогон ТВ. В нем режиссер жестко осудил тех, кто покинул Россию. 76-летний актер в заключении передачи показал видео. Песню сопровождал видеоряд, в котором мелькали фотографии звезд, которые покинули Россию. Это были Александр Васильев, Максим Галкин, Чулпан Хаматова, Алла Пугачева и многие другие, в том числе Эммануил Виторган. В сторону 82-летнего актера тут же посыпались обвинения в эмиграции. Интересно, что сплетен о выезде до этого времени не было, а спровоцировал хейт именно Михалков. Виторган никак не комментировал нападки режиссера больше недели, но сегодня решил сделать заявление в личном блоге жены Ирины. «Я не считал нужным реагировать на слухи, так как это не является правдой. Да, я с семьей действительно уезжал отдыхать, но до всех событий. Билеты были куплены задолго, а вернулись мы в Россию сразу, как только появилась возможность добраться. Я не буду рассказывать, как это было непросто, так как воздушное сообщение было закрыто и нам пришлось возвращаться в Россию, пересекая границы на автомобиле и пешком, между прочим, с маленькими детьми, неся в руках тяжелые чемоданы». Но после того, как по федеральному каналу в передаче «Бесогон» с многочисленными повторами был показан сюжет, в котором содержалась недостоверная и лживая информация обо мне, я понял, что молчать не должен. Создатель передачи «Лживый человек». Талантливый Михалков давно кончился, на его месте лицемерный популист, заявил Виторган. Артист сейчас требует от Михалкова немедленного опровержения недостоверной новости. А как вы считаете, правильно ли сделал Михалков, что опубликовал фотографию Виторгана, не проверив всех фактов? Пишите в комментариях. Спасибо, что посмотрели наше видео. Удачи!